Ну вот, друзья, приехал Willfire на продажу. Видите, его занесло снегом. Стоит тут на стоянке два дня, меня ждет. Черненький. Резина зимняя, хорошая, диски красивые, блин, конечно, она вообще все блестит, наполированная, капец. Сейчас будем заводить. Так, дверь открыл. Машина... Ох, блин, запачкались своими руками, ё-моё, блин. Так, ну, проверочка, проверочка. Нажимал тормоз. Так, нажимаю. Задульники были включены. Ну, спокойно завелась, никаких проблем. Топлива вообще минималочка. Фух, блин. Слушай, красота, конечно, красота. Сейчас здесь вот так вот все. Все, будем рыть и посмотрим ее по кругу. Так вот, откопал слегка, сейчас буду выезжать. Крышу, конечно, тяжело, блин, еще вот с этого края я подкопаю, а там ни хрена не дотягиваешься, высокий очень. Вот, и потом будем его обсматривать по кругу. Итак, ну что, попробуем выехать. Двигатель работает, батарейка заряжена, пробег 95. Так, включаю драйв. Драйв. Все, погнали. Блин, интересно, выйдет, нет? Она даже не поняла, что она в сугробе была. Вообще спокойно выехала. Так, ну, думаю, вот так сейчас пойдем ее сзади оброем. Снега тоже. И будем ее по кругу смотреть. Итак, давайте посмотрим машину. Самое важное нам, конечно, бампера, углы все. Так, ну, я вот так смотрю, смотрю, пока обтирал, смотрел. Не видел никаких косяков машины. Вот так, что-то, видимо, от бордюра по самому краю. Здесь все ровненько. Сбоку, блин, вообще блестит. Блестит сбоку. Крыша здесь ровная, блин. Вот тут вообще посмотреть не вариант. Не дотягиваюсь. Здесь порог. Все аккуратненько. Так. Так, здесь углы. Все в порядке. Дверь идеальная. Здесь тоже... Все хорошо. Так, смотрим дальше. Здесь все в порядке. Сбоку все хорошо. Крыша. О, блин. Жесть. Здесь по крыше все, вопросов нет. Так, кромки дверей все отлично. Здесь угол. Все отлично. Здесь тоже все в порядке. Так. Ну все, внешка нормально. Сейчас в салон пойду глядеть. Так, смотрим салон. Дверь здесь вся в идеале. Здесь все тоже в идеале. Ковры чистейшие. Так, пластик проблем нет. Чехлы. Все понятно. Панель торпеда. Блин, в машине уже тепло. Я поставил 24. Уже тепло. Потолок чистый. Везде. Везде. Но спереди я уже все видел. Там все четко. Здесь все хорошо. Блин, и пинзели были грязными руками своими, блин. Бардачок. Все четенько. Так, двери боковые отключены. Так, открываем. Так, здесь пороги все отлично. Здесь все в порядке. Тоже все в порядке. Это дверь идеальная. Здесь все хорошо. Диван, соответственно, 8 мест у машины. Так, здесь все вроде неплохо. Так, свет горит. А здесь room color. Все работает, короче. Все отлично. Включил свет, посмотреть сразу. Все горит, все моргает, все блестит. Сбоку тоже моргает. Двери тоже включил. Открываются. Все отлично. С этой стороны порог отлично. Так, двери это отлично. Динамики вот здесь вот смотрите-ка. Так, закрываем. Пойдете сзади гляньте. Звук мне нравится. Вот двери как. Здесь все горит, моргает. Все отлично. Так, поднимаем. Дверь без электропривода. Багажник здесь все в идеале. Все вообще отлично. Отлично. Мелкие царапинки. Это фигня. Так. Там, наверное, что-то должно быть спрятано по-хорошему. Так, здесь пусто. Здесь тоже ничего. Здесь докатка на месте. Все. Здесь, я так понимаю, должен быть комплект. Рем. Комплект. Подсветка с двух сторон. Прикольно. Все. Ну, в принципе... О, какие-то две нитки. Три нитки. Что-то... В принципе, все так-то. Машина чистенькая. Все работает. Претензий нет. Претензий нет. Парктронечки вот еще есть. Сзади. Все, заглохло. Нагрело, видать. И парктронечки спереди есть. Все, отлично. Все, поеду ее мыть. Я сейчас еще как раз замерю, какой у нее расход топлива. Ох. Ну, блин, там кому-то он и сквайр привезли. Только не понял, какой он гибридный или нет. Весь снегу. А вот еду на Велфайре в пробках. Блин, уже долго еду. Уже, блин, да уже 40 минут точно еду в пробках. И вот посмотрите, как экономит гибридный Велфайр. Вот посмотрите на эти циферки. Ну, 7,4 литра. Вот я проехал 12,3 километра за 48 минут. За 48 минут. 12 километров. Расход 7,4. Вот так. Ну, вон там, вот 7,5. Это вот сейчас двигатель завелся. Вот подсела батарейка. Экономно. Экономно. Велфайр, там, Альфард, гибрид. В пробках, вот в Москве, экономят. Однозначно. Другая машина с таким двигателем 2,5 литра, ну, будет, я не знаю, сколько в пробках будет жрать. Ну, 14 литров, наверное, я думаю, примерно так. Так что гибрид рулит. Ребята, еду за Хондой. А у нее номер, смотрите, какой. Бэ, он сделал по японскому стандарту. Сразу видно. Сразу видно, просто. А вот, друзья, видите, расход вообще 6,6. Это я вот уже проехал, сколько там, почти 30 километров. Ехал там по третьему транспортному кольцу. В общем, пробок особых таких не было. Но, в общем, движение было где-то 40-60 километров в час. Вот. Ехал, ехал. Вот, смотрите, 6,6. Да вообще, блин, для такой огромной машины, конечно, таких скоростях медленных, ну, городских, это очень экономно, очень экономно. Вот что значит, когда машина покрыта гидрофобным вот этим покрытием. Смотрите. Так вот не видно. Вот вода. Она просто стекала. Сейчас ехал по этой слякоти, грязи, по Москве. И как мало осталось-то вот этой всей грязюки на машине. Она такой щень, как будто бы и не ездила по этой грязнючей Москве. Вот здесь тоже видно, вот как это все стекает. Капли, блин, тут не передать, она отражается все. Как это все здесь. С этой стороны. Вот, тут видно немножко, как она. Видите как? Просто. Реально. Вот проехался по грязной Москве, а машина осталась чистой. Вот такие дела. Ну что, друзья, вот я и проехал 65,4 километра. Средний расход 7,5 литров. 7,5 литров. Ехал я 2 часа. 2 часа, где-то 2-2,5 часа примерно ехал. Вот так. Климат у меня стоит на 24. Вот и все. Вот вам и гибрид. Экономно, однозначно. Для города это очень экономно. Спасибо.